Когда ты узнаешь о своем истинном происхождении, естественным образом ты становишься терпимым, бескорыстным, веселым, добросердечным, как родная бабушка, благородным, как король. Погруженный в чудо Дао, ты можешь справиться со всем, что жизнь приносит тебе, а когда придет смерть, ты готов. Прекрасные образы, показывающие, кем или чем вы становитесь, когда живете в соединенности с этим, больше не являясь маленькой сущностью, которая считает себя отделенной от Вселенной, других людей, от всего. Ты становишься терпимым, бескорыстным, бескорыстным, веселым. Это весьма весело видеть, что люди считают очень серьезным и важным. Все их страхи и амбиции, то, зачем они гоняются всю свою жизнь. И тогда вам становится весело от того, что здесь называется беспорядочность суматохов, в которой пребывают все существа, носящиеся, как маленькие кролики. У меня так много проблем, которые необходимо решить. Боже мой, что происходит? О, нет, Боже. Вас это немного забавляет. На вашем лице появляется легкая улыбка. Некоторые могут даже расхохотаться. Легкая улыбка, потому что вы знаете, что это не совсем реально. Они уверены, что они так важны. Но это в конечном итоге не совсем реально. Это временное состояние. Это относительно реально, но не абсолютно реально. Другими словами, это немного похоже на сон. Например, то, что произошло с вами вчера, где оно сегодня? Это немного похоже на сон. Все, что было важно раньше. Даже завтрак сегодня утром. Так, я завтракал или мне это приснилось? Разница невелика. Или ваша жизнь подошла к концу и внезапно приходят воспоминания, все эти прожитые годы. Это был долгий сон. Возможно, кошмарный сон. И ты становишься добросердечным, как родная бабушка. Прекрасный образ. Бабушка уже испытала многое в жизни. Она немного похожа на Будду с большим животом. Даотского Будду. Китайского Будду с большим животом. Иногда я рекомендую людям, у которых, как им кажется, есть большие проблемы в жизни, найти Будду с большим животом. И частенько на него смотреть, когда им кажется, что у них есть проблемы. Потому что он смеется. У него огромный живот, и он все время смеется. Потому что все это несерьезно. Потому что он соединен с чем-то очень глубоким и не воспринимает мир настолько серьезно. И его влияние очень благотворно. Только те люди, которые они воспринимают мир настолько серьезно, могут принести пользу миру и улучшить его. Но если вам кажется, что мир абсолютно серьезен, у вас не получится улучшить его. Вы внесете свою лепту в безумие, сражаясь с кем-либо или с чем-либо, с какой-либо организацией, с какой-либо группой людей. Очень серьезно. Здесь присутствует нечто вроде отстраненности. Вы становитесь Буддой с большим животом или родной бабушкой. И благородным, как король, имеющим достоинство и целостность. Те же достоинства и целостность, которые есть у каждого животного. То, что многие люди растеряли. Каждое животное находится в единстве с самим собой. Всякий раз, когда я смотрю на собаку или кошку или птицу, я чувствую, что они едины с самими собой. В них присутствует невероятное достоинство. И иногда можно заметить большой контраст. Когда вы смотрите на очень глупого человека, иногда у глупых людей бывают собаки, обладающие чувством собственного достоинства. И только тогда, когда эти люди гладят свою собаку, они могут выйти из состояния своей глупости. На мгновение они становятся теми, кто в действительности они есть. Или другие люди, которые играют какие-либо глупые роли, которые даже не догадываются об этом. Они видят собаку, и на мгновение собака дает им возможность расслабиться ненадолго. Так что они становятся самими собой, без притворства. И именно поэтому, но они даже не догадываются об этом, они так любят свою кошку или собаку, потому что они могут быть самим собой, найти самих себя благодаря этому животному, его целостности и достоинству. Но это есть и в вас тоже. То, что я прочту сейчас, полезно для тех людей, которые руководят чем-либо, организацией или страной, как руководить страной или организацией. Когда мастер правит, люди едва ли осознают его существование. Чуть похуже, лидер, которого любят. Еще хуже, тот, которого боятся. Наихудший, тот, которого презирают. Если ты не доверяешь людям, ты делаешь их недостойными доверия. Мастер не говорит, он делает. Когда его работа закончена, люди говорят, удивительно, мы сделали все это сами. Величайший руководитель тот, которого или которую даже не замечают. Едва ли осознают, что они есть. Они не вмешиваются. Никогда не говорят, посмотрите на меня, я сделал это, отождествляясь с действием, ставя в себе в заслугу то, что они сделали. Или я сделал это. Или споя с кем-либо. Не ты сделал это, а я. Субтитры сделал это. Спасибо.